обзор двух палаток примерно одинаковая конструкциях но не совсем начну с вот это это было первое это я купил потом в общем с этой я поездил что могу сказать вообще вот эта конструкция самый удобный из всех что я вот видел во первых тут всего две точки крепления вот здесь вот и вот там вот колыш достаточно их воткнуть и уже потом можно быстро ее поставить то есть здесь нет никаких петлей если такие сделаны защелки то есть просто защелку по-быстрому я дождик и ставил прям до миспал дар промокнуть вот плюсы какие еще есть вход сделан довольно таки удобно что еще вот здесь материал не сетка то есть это вот какая-то тонкая ткань плюс какое-то то есть десятки сделано так ну чтобы воздух выходил здесь вот по моему на еще здесь сетка здесь большая сетка на пользу тут можно стегнуть то есть еще там внутренний замок то есть получается будет большая сетка в ткани отстегивается как подстилка сзади и будет сетка на входе вот плюс вот такой ткани сплошной а не сетки как вы здесь здесь просто сделано сетка то есть все из сетки со всех сторон плюс такой то что например если ты ставишь где-то в песках в ставке то есть заставил прямо в пустыне в песке на барханах вот у вот я я задолбался там песок постоянно залетает через эту сетку но все-таки мелкой но там песок еще мельче как пыль и в непале я тоже раз поставил где-то в скогоре там пустыня такая скогорный тоже задолбался там эта пыль летела всю ночь ветер еще дул и все это все в палатку задувал у тебя проснулся вообще как будто спал на улице весь пыли ужас вот здесь такого не будет потому что здесь все таки сплошная ткань и через нее не песок не пыль не проскочит но если вот в тех вот где сделаны вот эти небольшие сетки но это не критично там же пролетает везде по всему периметру вот то есть плюсов у этой палатки больше чем вот здесь вот они обе считаются двухместными по факту я умещаю здесь только с рюкзаком то есть я ложусь рядом кладу рюкзак вот это попросторнее конечно будет еще какие минусы материал дна плохой то есть он уже весь стерся и через него проступает влага вот я пробовал спреем брызгать вроде как защитный должен улучшить сопротивляемость воде но ни хрена ничего не поменялось как вода протекала то есть прыгав на 3 материал уже настолько стерся что уже никак здесь дуги сделаны из такого стеклопластика вот меня на треснула я просто обычным ментом смотрит замотал это еще в тринадцатом году когда ездил думал переделаем учет как-то она держится держится здесь железка тоже много тест но здесь довольно таки толстые вот эти алюминиевые уголки они просто разорвались вот это палатка есть такие алюминиевые дуги и вот сейчас ставил и она у меня треснула это конечно задница и ее уже навряд ли починишь то есть это все похода надо что-то делать придумать либо ставить какую-нибудь муфту либо хз не знаю короче хорошо что здесь треснули где-то в дороге там пришлось что-то изобретать в общем такие они и тонкие здесь алюминий здесь его прямо отломило там хотя бы выгнуло здесь отломило так что надо быть готовым к такой херни вот здесь материал дна конечно лучше но как бы сама палатка потяжелее здесь он прям гораздо крепче и держит влагу но единственное что когда я стоял казахстане на какие-то колючки все одно проткнулось в нескольких местах дыры там я скотчем потом заклеивал через них вода протекал вот здесь вот нижняя дуга алюминиевая это другой палатки которыми не отжали казахские менты около чу когда я через казахстан ехал задать жали палатку но это другие я не отдал короче хозяина что-нибудь ставите плюс еще к ветру они довольно таки устойчивые эти палатки это не очень а вот это вот то есть я стоял так вот по таким углом то если ветер с этой стороны был чтобы он как бы по восходящей наверх то есть парусность была бы меньше но за ночь ветер может поменять несколько раз направление если ты ставил нормально по ветру вечером то середины ночи он может изменить направление будет дуться совсем с другой стороны тогда будет хреново в общем такие плюсы баллады здесь здесь вот кстати вот придется пропихивать эти дуги вот через эти петли большие как бы это не очень удобно и время занимает если в дотик стоит то гораздо дольше будешь возиться с этим совсем тут че плюс четыре точки крепления там всего две а дуги просто растянут а здесь уже в четырех местах прикрепить настоял то здесь два камня кинул и нормально я кстати где-то в норвегии стоял вообще на огромном в луне то есть подошел к озеру уже вечер там вокруг озера камни послал палатку от материально негде нашел какой-то огромный камень над озером залез на него прям воткнул вот этот плюс мелких к палаток можно вас поставить вообще в какой-нибудь прям я даже не знаю как у тебя щели нет главное что вот этот вот эти два края прижать и все где я их только не ставил вот это особенно это все-таки требует побольше места здесь ход сделан вот так вот идет молния и вот в эту сторону то есть треугольник у сейчас поставлю сейчас с тентом покажу про там тоже есть что сказать отдельно и так тенты здесь тент но похуже качество влага пропускает сильнее чем он тут здесь зато сделано с умом здесь получается вот дверь сюда только обувь основном влезет маленьких как пол тамбур такой вот растяжка вот корил кошек а это сделано фастекс вот кстати вот это прям очень хорошее решение такие застежки сделан то есть по быстрому чик 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 прошел защелку все палатка стоит готова единственно тут нет уютки снизу и вот этих не было вещей это сам уже подшивал чтобы притянуть их земле потому что если ветер дует то и колбасит прям вообще жесткая хоть подтянул к земле и чтобы не задувал снизу то есть эти вещи я сам доработал вот они эти петли по всему периметру их надел и больше претензий принц это не то что известно хотелось бы поплотнее ткань ну мы конечно потяжелее будет тогда а так конструкцию вообще прям идеальный здесь сделано через жопу вообще реально через жопу зато здесь лучше качество тента юбка уже готовы вот это наверно чтобы подобрать юбку с обратной стороны петлю все хлопчик они как не тут вот он вот это чтобы собрать юбку с собрана если хочется прохладнее то что внутри там реально жарко если жара только прохладнее а снизу здесь крепится вот такие штуки короче вот эта фигня вот она куда вставляется в эту дугу ну что можно вот в эту петлю поджать к земле здесь вроде более-менее также никаких фасоксах нет просто нет на полушку на тяги фото по петлю там также ну это счет растяжки там такой растяжки сзади нет дополнительный растяжка здесь тоже дополнительный растяжка ну и так но не очень вот в это теплее зимой для в непале был как раз мороз не поддувать но чисто за юбки кто подшить можно это в принципе не проблема но здесь очень через жопу сделан вот эту тему вот во-первых он неудобный получается ты открываешь вот так эти надо залезть туда в палатку вначале закрыть его как-то изнутри вот неудобно очень его закрывать потому что вот это вход он не напротив вот этой вещи плюс тут получается там на одну на день крепеж с палаткой ставится на этот кошек а здесь получается на дельный тянется вот сюда и получается ты натягиваешь тент и сзади натягиваешь он вот в этом месте получается на разрыв то есть молния очень сильное натяжение в разные стороны вот здесь вот в разные стороны получается тянет и молния короче она начинает расходиться постепенно и закрывать ее неудобно потому что здесь на здесь натянута и там натянута и там натянута разные стороны тебе придется приходится как-то пальцами подтягивать немного вот эту часть тента то есть участие чтобы застегнуть я уже там по как-то так короче очень починить только не придумал в общем старый замок уже все не работает он и расходиться стал конкретно пришлось подшивать но вот видно красным этим пришел новый замок но там если старый был с двумя замок этими собачками сверху и снизу то есть закрывать чем можно было хоть как-то хотя последнее время когда замок стал расходиться я выворачивал руку и как бы закрывалась внутренней то есть внешней собачки так получилась лучше вот то в этой уже получился собачка только удалось найти замок только с такой собачкой с внешней они тут есть вообще то есть как-то прям удачный нашел замок вот в общем этот косяк прям такой серьезный очень удобно этот вход сделал я сразу даже не понял я думаю как и там сделано казалось что нет в общем это конечно палатка конструкции гораздо хуже чем-то чисто вот из-за этого не знаю рукожел подпроектировал то видно дело кто-то с умом единственный доработан вот низ но это не критично ну и материал подешевле но зато в ней прохладней в общем если из этих двух убирать лучше конечно выбрал все раз вот это но я нет продаж таких это стоит дороже но результате эксплуатационных эксплуатации в общем косяки вот такие обнаруженные как бы я бы не советовал покупать и сам еще такую я брать точно точно не буду не знаю как дугу удастся починить или нет с этой гораздо проще в общем две такие палатки смотрите сами какая из них лучше кому как кому какая понравилась такие моменты основные рассказал в общем я считаю что идеальная палатка для меня вот такая вот такой формы с таким крепежом вообще вот эта конструкция прям супер вместе полусферой с большим тамбуром но это как бы там для троих 2 2 их троих людей она тяжелая большая ну и ветер она как бы не особо полусфера держит то есть там даже на всех растяжках как на берегу ставили море там ее прям пригибал сильно думали все дуги переломает пришлось переставлять так что есть очень дорогие палатки я не знаю за что там конструкции в принципе такая длинная дуга идет от края до края вот и на нее как все натягивается но я видел в исландии там как-то ветер был стояли на в кемпинге на прям на поле разные палатки дорогие иностранцы там европейцы дорогие палатки у всех ну видно даже по конструкции вот ну и колбасило ветром не меньше чем мою то есть у них все было растянуто все все веревки все вот эти растяжки нихрена это не помогал вот я свое просто нашел место по укромнее поставил в принципе нормально ветер не задал был даже если и не сдует то вот это хлопание тента как бы она тоже мешает то есть нормально не поспишь в любом случае лучше искать место где ветра ветер не такой сильный потому что таких палаток я не знаю если может быть какие-то старые брезентов и таких просто сам президент тяжелый и вот так нет не будет колбасить а эти вот трясет очень сильно так что вот такие палаточки да конечно облом что треснул дуга ну хорошо что хотя бы здесь нигде сейчас все обойду такие палатки единственное кстати мне понравился больно яркий в каких-нибудь в исландии и оставил там какой-то национальном парке она слишком бросается в глаза то есть ты ныкать прям куда-нибудь серьезно в кусты ну и где-нибудь в россии где там или в казахстане здесь находят всякие непонятные личности то есть тоже могут подойти увидеть все в кустах начать начать мозги трахать так что вот так вот так как бы менее приметно что мне больше нравится какой-то обзор еще сейчас собирал палатку вспомнил покупайте всегда палатки с отдельным тентом и отдельным низом как у меня и показал чтобы отдельно не ставились то есть например можно тент снять просушить отдельно на камнях и также будет отдельно сохнуть на солнце уже сама палатка вот вот а есть такие которые палатки пристегиваться снизу мне кажется геморрой такой то есть это посадить тент а потом как-то снизу там подкорячиваться пристегиваете саму палатку внутреннюю четырех плохо себе представляю люб заранее пристегнуть но тогда все это будет вместе в рюкзаке то есть сырость короче не плохой вариант вот самый хороший вариант когда все это по отдельности то то есть надо те тент по и накинул тент не нужен снял его например где-то на солнце там стоишь на море на берегу скинул тент на день и все нормально вот так что вот такой момент пока вспомнил огромный уголок здесь чтобы без ветра нужен удача покупки палатки потому что где делает как бы такой ответственные подходить к нам надо серьезно вообще как бы вот это считается двухместный но даже таких сложно найти в туристических магазинах в пензи у нас вообще таких я не встречал и обе из палатки в москве покупал специальный есть так что как то так может кому-то поможет такой обзор